Всем привет, дорогие друзья! С вами Юрий Синицкий, и в записи этого ролика мне поможет прекрасная Елена, потому что ей заранее большое спасибо. Она будет моим... как промяком... аккомпанитатором. Ну, допустим. Другом, поддержкой, заботой. Сегодня мы разберём одну очень простую мелодию. В прошлый раз была мелодия не очень простая, там нужны были бенды, нужны были овербенды. Сегодня мы решили попроще взять мелодию, которую обычно разбирают в первом классе музыкальной школы. Но, опять же, если вы умеете играть в бенды, можно её сыграть будет с бендами, можно будет её сыграть без бендов, если вы пока не дошли до этого замечательного приёма. Мелодия называется «Чижик-пыжик». Это... 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 это песня. Песня. «Чижик-пыжик, где ты был?» «На фонтанке». «Водку». «Пил». Песня — это очень и очень старая. Есть разные вообще версии происхождения этой песни, этих слов, это и мелодия. Я вообще очень долгое время в детстве думал, что это вообще... Речь идёт про птичку, про чижика, но есть одна из легенд, что всё дело в том, что в Санкт-Петербурге в XIX веке располагалось училище, императорское училище правоведения, студенты которого носили зелёные мундиры с жёлтыми пуговицами и были похожи таким образом на чижиков, и при этом они носили пыжовые шапки. Пыжики — это детёныши северных оленей. Однако это всего лишь одна из версий. Есть версии, которые противоречат этой версии. Есть слова, которые написаны на эту же музыку, но которые ещё написаны до появления этого училища. Они встречаются в переписке современников Пушкина. В общем, давайте перейдём непосредственно к самой мелодии и разберём, как её играть. Сначала будет вариант с бендами, нотки вы можете увидеть внизу, подписаны для удобства табулатура, но внизу ещё будет прикреплена ссылочка просто на картинку с нотками. Будет очень здорово, если вы сыграете, не глядя в табулатуру, а всё-таки будете разбирать мелодии по ноткам, это будет очень полезно. Три, четыре. Ну и если вы пока не играете бенды, эту мелодию легко сыграть на октаву выше. Ноты я не переписываю, но у нас поменялась табулатура. Обратите внимание, всё стало выше на октаву. Играем от нотки ми, но теперь уже от восьмого отверстия. Тональность гармошки по-прежнему до мажор, тональность композиции до мажор. Всё идеально совпадает. Поехали! Ну давай ещё! Я столько готовилась! Ну в общем, такой сегодня разбор. Мелодия не очень хитрая. Я надеюсь, что это будет для кого-то полезно. Ставьте лайк, если вам это было интересно. Напишите в комментариях разборы, каких мелодий вы хотели бы ещё увидеть на канале. Проверьте, что вы подписаны на этот канал. Тогда вам будут приходить... Чё вы приходите? Вам ничего не будет приходить. Вы просто будете видеть, пролистывая ленту Ютуба, ролики с этого канала. Если же вы хотите, чтобы вам приходили уведомления, то нажмите на колокольчик. Здесь есть колокольчик. Если нажать, то будут приходить уведомления, когда будут выходить новые ролики. Большое спасибо за то, что смотрите. С вами был Юрий Синицкий. Сегодня мне помогала прекрасная Елена. И осмотрели это всё прекрасные вы. Всем до новых встреч, дорогие друзья!